В этом году футбольная команда «Металлург» отмечает свой 55-летний юбилей. В честь этой красивой даты на одноименном стадионе «Видном» состоялся товарищеский матч между виновниками торжества и командой «Перегар». Мероприятие прошло в рамках фестиваля ветеранов футбола. Всего запланировано три таких тура. Тут разность среднего возраста. В основном здесь 45 плюс ориентировочно. Есть, конечно, помоложе ребята, есть и постарше. И 70 лет есть, и 77. Тренерский состав коллектива всегда был на высоком уровне. Поэтому команда «Металлург» и занимала хорошие позиции в турнирных таблицах на протяжении всех лет своего существования. Именно благодаря грамотной тренерской работе ветераны футбола находятся в прекрасной физической форме и продолжают завоевывать призовые места. Мы играли с ветеранами на первенстве России, среди ветеранов. Занимали третьи и первые места. А потом ездили на товарищеские игры в Словакию, в Польшу, в Венгрию, в Догомыс. Для Бориса Зубова этот стадион стал частью жизни. Он начал играть за «Металлург» еще юношей. Своё увлечение не бросает и по сей день. С самого раннего детства, можно сказать, мы здесь всегда находились. После школы делали уроки и сразу сюда, на стадион. Здесь прошло моё детство. Геннадий Баранов считает, что быть вратарём – это состояние души. Он стоит в воротах команды «Металлург» более 40 лет. По его словам, вратари хорошо знают, как забивать голы противнику. Сегодня этим секретом он готов поделиться. Есть такие нулевые точки у вратаря, куда можно спокойно пробить, и он не достанет. Не надо сильно ударять. К 55-летнему юбилею команды сотрудники историко-культурного отдела Дворца культуры «Видное» приурочили фотовыставку, которая отражает всю историю «Металлурга». Юлия Остафёрова, Елена Замятнина, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».